И о спорте. Не отставать и не сдаваться. Наши спортсмены отправились за медалями. В Алматы торжественно провожали сборную Казахстана на юношеские Олимпийские игры в Китай. В составе сборной семь алматинцев. От команды ждут больших результатов. А начнутся соревнования 16 августа. Подробнее об этом в материале Айжан Курмашевой. В состав нашей сборной на игры вошли 51 спортсмен в более 20 видах спорта. Все они в течение года участвовали в различных соревнованиях и благодаря успешным выступлениям завоевали лицензии на участие в Олимпиаде. На главных юношеских играх перед нашими спортсменами стоит задача выступить не хуже, чем в играх четырехлетней давности. Напомним, в 2010 году в Сингапуре казахстанские атлеты завоевали шесть медалей и заняли 24 место в общем зачете. Команда полна готовности принять участие и достойна выступить в данных соревнованиях. Помимо так, как это юношеские игры, помимо спортивных соревнований в программе, большие культурные и такие зрелищные, такие мероприятия. Юношеские Олимпийские игры являются не только путевкой во взрослый спорт, но и к его вершинам. Например, в Сингапуре в составе нашей команды серебряным медалистом стала Зюльфья Чиншанло. Два года спустя штангистка покорила лондонский помост среди взрослых. На этот раз по традиции главная надежда возлагается на наших боксеров. Один из них – Аблехан Жусупов. Двукратному чемпиону мира и Азии среди юниоров доверили почетное право нести знамя страны. Это не только давление, но и мотивация, с одной стороны. То, что доверили именно мне, флаг Казахстана, я должен оправдать эти надежды. Я думаю, все будет хорошо, все в наших руках. Мегаполис на престижном соревновании представят семь спортсменов. В таких видах спорта, как современное пятиборье, плавание, тайквондо, пулевая стрельба, фехтование и спортивная гимнастика. Среди них 17-летний алматинец Дмитрий Гавердовский. Для него это первые крупные соревнования. Я стараюсь попасть в восьмерку сильнейших спортсменов. В рейтинге сейчас я 24-й. Я постараюсь поднять свой рейтинг, чтобы улучшить результаты и просто быть поближе к призовым местам. Состязание стартует уже в ближайшую субботу в китайском городе Нанкин. В соревновании примут участие 3800 спортсменов из более 200 стран мира в возрасте от 15 до 18 лет.